МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле прошла презентация календара падей на наступный год. В регионе стартовал передновогодний Гандаль. А зараз об этом иншим больше подробязно. Теперь уже былый рабочий поселок Костюковка. Селита не только стал микрорайоном Гомеля, а лея отрымал инши назвы в улиц. Отповедное решение принял городский совет депутатов. С новыми топонимами ознайомился Олег Сентяров. По великим рахункам своим основанием поселок Костюковка обвязана барону Нойкену, у якого тут был свой маюнток. Миновата по его инициативе в 19-м сагоде у этих местных была прокладена чагунка. Правда, назвать имя барона одной из улиц местовые жахары, пока не погодились. С другого боку, бароны Нойкены особо все-таки неоднозначны. Сын первого владельника маюнка Станислава, Карл, например, был петербургским и варшавским оберполитмейстером, а его имя до революции носила сучасная улица Ланге у Гомеле. Правда, одно с прозвищем уродженцов Костюковки местовые жахары вырышили все-таки увековечить. Валерий Абель за основание коллективу циркового мастерства, який селита значил в свое 55-е годе. Прас 10 годов после створения коллектив стал народным, у 2008-м заслуженным. И уже 10 годов носить имя Валерия Абеля. За час основания выступления костюковских артистов убачили жахары Беларуси, России, Великобритании, Чехии, Германии, Порщи, Франции, Катара. Сегодня без этого циркового коллективу не обыходится ни одно свято. Улица Валерия Абеля теперь будет называться улица Светлогорская. Конечно, в республике есть коллективы циркового искусства, но мы очень любим свой коллектив тем, что он как изюминка индивидуален, так как уже большая история в этом коллективе. Я думаю, что не каждый коллектив может гордиться тем, что 55 лет они на высоком уровне работают, несут свое достойное творчество и мастерство. Необходность переименования выкликана тем, что назвы улиц, аналогичные Костюковским, уже Юсю Гомелем в администрации Чугуночного района подобрали некаких новых вариантов. Реканчатковый выбор покинул за местом населенством и предприемствами. Так, по инициативе школзавода улица Гомельская стала улицей Ломоносова. Миновитое его имя неколе насело гэтое акционерное товариство, а бюст Ломоносова и зараз находится как администрационного корпуса. Что ты, чеса же хоров, то и они отдали перевагу основным поэтичным назвам «Ореховое», «Кветковое», «Яблоневое», «Заозерное», «Янтарное». Делали собрания, делали собрания улиц этих, собирали в ДК весь народ. Мы хотели спросить, какие более улицы они хотят, какие более названия им подходят. До речи переименования улиц о финансовом плане для же хоров, косяковки, никаких наступствов уметь не будем. При необходности новый штамп у пашпорта им бесплатно поставить при первом же взвороте у пашпортный стол. Что ты, чеса субъекту господарения, то им придется заказать новые печатки и унести певное изменение в документацию. Правда, на финансовом становище предприемства у гэта навратья добьется адмовным чинам. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Сегодня у Гомельским облываканкаме отбылась презентация интерактурного календара падей на наступный год. И он представляет собой специальную рубрику на офицейном сайте облываканкама. Календар падей «Гомельшины-2016» размешаны на головной сторонце. Тут можно доведаться о плануемых мероприемствах, месте и часе проведения, а так само снасти контакты организаторов. Экономичные и навуковые форумы, адекватные конференции, творческие вечеринные фестивали, спортивные баталии – все самое интересное, что будет отбываться на территории региона в наступном годе, включено в календар падей. И он дальше будет пополняться новыми мероприемствами. Для чего подготовлен этот календарь? Для чего подготовлен этот проект? В первую очередь для того, чтобы повысить информированность жителей, друзей, партнеров нашего региона о событиях, происходящих в нашей Гомельской области, о том, что у нас планируется. Для того, чтобы люди могли планировать свою работу, свой бизнес, свой досуг. Гомельский областный совет ветерану сегодня подшел проведение серых круглых столов, примеркованных до 75-ти годов, для разгрома немецко-фашистских захопников под Москвой. С наученцами установы эдукации и культуры в области сустренятся удельники Великой Айчинной и активисты громадского обеднания «Дети войны». Первое мероприемство отбылося у Державным колледжем остатства имя Соколовского. Битва за Москву з'является одной из самых масштабных, как по колькости войсков, что примали у ее удел, так и по стратах. Гитлер разглядал Москву, как одну из головных военных и политичных метаопераций «Барбаросса». Первые бомбежки столицы отбылись ровно празд месяц после початку войны – 22 липеня 1941 года. Оборона города стала саправдой усенародной справой. Джахары установили каля 20 тысяч супрацтанковых загородов и 26 километров дратяных ахароджов. Створили 10 километров баррикад. На малюкожном доме были обсталеванные куляметные ти артиллерийские гнезды. Непосредственно оборона Москвы протягивалась с 30-го вересня до 4-го снежня. У нож с 5-го на 6-е снежня Червоная армия пройшла у наступление, у вынику якого ворох был откинуты больше на 120 километров. Сегодня в Гомельской области живеуся го 9 ветеранов Великой Айчыны, які примали у делу битвах за Москву. В этой битве участвовали тысячи представителей Гомельской области. Сегодня, к сожалению, в живых их остались буквально считанные единицы. Сегодня они, конкретные участники битвы, не смогли принять участие в нашем мероприятии. Ну а их коллеги по войне, ветераны Великой Отечественной войне, постарались ребятам еще раз напомнить, что битва под Москвой – это первое крупное поражение фашистских войск и своеобразный предвестник Великой Победы. Сегодня распоряжалась календарная зима. Подрыхтулка до новогодних урочистостей у самом разгаре. На улицах уже отшувается святочная атмосфера, яскраво оформлены витрыны магазинов. Наши корреспонденты подчекали, как организованы вязковые передновогодние гандль, какую продукцию пропонуют магазины с пожилкой операции. Гэты магазину поселку Чонки користается попытам у мясовых жихаров. У передсвяточные дни популярность, звычайно, взрастая. Тут уже завершили приготовление до новогоднего гандлю. Пригожа оформлены интерьер магазина, поширен ассортимент пропонуемой продукции. Закуплены штучные елки, цацки, сувениры и вся необходная святочная атрибутыка. Приходим часто, магазин нравится. Особенно в преддверии Нового года украшен красиво, хорошо. Я думаю, что с семьей придем за подарками к празднику, к Новому году, к Рождеству. У системе Гомельска-Гарайс-Пожилсоюза 115 объекта у гандлю и 21 громадского хрешования. Во всех уже готовые сустракать покупников с новогодними товарами и дарить святошный настрой. В первых числах декабря уже люди начинают присматривать подарки. Активнее, конечно. Сейчас еще пока не присматривают, но уже в декабре, с декабря месяца они уже как бы покупают. И мы готовы, готовы обслужить покупателя. У нас много новогодних подарков, елок. То есть есть что предложить. Новый год для нас это большой праздник, и мы бы хотели, конечно, его сделать для всех праздник. И для себя, и для покупателей. Пик покупницкого попыту, звычайно, приходится на опошний перед новогодний тыдень. Дефициту товаров запевнивают кооператоры не будя. Головное потребование до перед новогоднего гандлю на вёсце дать махшима селянам набыть усе, что потребно. И навод, коли на полициях магазина нема не обходного товара, знайсти способ задоволить покупника. Кожный сельский магазин у районе принимает индивидуальные заказы. Если что-то эксклюзивное нужно, необходимо подвезти сельскому жителю, то мы всегда с удовольствием выполняем заявки. В течение двух-трех дней мы всегда выполняем заявки. И сложную бытовую технику, если кто-то хочет приобрести какие-то подарки к новому году. Ну и мелкобытовую, в общем, все. И новогодние костюмы, карнавальные костюмы. То есть всё, что пожелает покупатель, мы всегда рады исполнить. А кроме этого, у Гомельским райспожью Союзе обецают порадовать своих покупников проведением специальных акций. На многие товары на передо дни свята будут снижены гандлевые надбалки и отпускные цены. Даречи, питание перед новогоднюю гандлю будет обмерковаться на республиканском семинаре на Раде Белкапсоюза, який завтра пройдет в Гомеле. Дмитрий Котов, Максим Славян, телерадиокомпания «Гомель». Плаца в парковом ансамбле приступили до реконструкции повношной частки набережной раки СОЖ. Работы ведутся на участку от ручного порта до лебединой сажалки. Его огульная протяглась складает крыху больше за километр. А в прошлый раз работы тут ожитивлялись о маль 40 году тому. В тягом часу стан этого участка набережной погоршился, особливо за разливу раки. Месами пошкоджено бетонное покрытие, на пешеходном мосте утворились промойны. Реконструкция дозволит ликвидовать все иснуючие недохопы. А кроме этого будет отремонтована канализация и побудована дренажная система. На огульной площади 13 тысяч квадратных метров изъявится новая тротуарная плитка. На час проведения работы межеванию для наведовольников нема. Закрыты только один участок, где ведется реконструкция. Набережная делится на два участка, это верхняя и нижняя. Мы находимся на участке верхняя, потому что она состоит из двух участков. Это ближе, которая к реке, и вторая полоса, которая идет. Работы будем проводить только по этому участку. Все жители гордому спокойно прогуливаются по второму, от Нема до речпорта. Работы планируем завершить по весне, а вообще будет все зависеть от погодных условий. Какая еще будет зима? Если зима будет не очень морозная, то работы будут выполнять и зимой. У Гомеля поддали выреки третьего працованного семестра. Областный фестиваль студентских и волонтерских отрадов отбылся в Белорусском гандово-экономичном университете споживецкой кооперации. По выниках семестра працово от Кавана больше 21 тысяча молодых людей. Вот и в лику заработной платы больше 15 тысяч. С таким покашеком Гомельская область другий год за прозаймая первое место в Украине. Студотрады працавали на полях мясовых господарок, на будовлях, галонах, зяких областная детячая больница. Поездные отрады накировались за Мяжу, Краснодарский край, Курскую область, Подмосковье. Дарочек или 6 тысяч человек працавали бесплатно в составе волонтерских отрадов. На церемонии закрытия працованного семестра отбылось узнагороджение лепших отрадов и их наймальников. В этом году также у нас первый такой археологический отряд появился в Гомельской области. Такого в принципе в республике не было. Занимался раскопками древних городищ в Реческом районе. Эту идею поддержали на уровне Центрального комитета. И в следующем году она уже будет, наверное, распространена на другие области нашей республики. Сегодня сосветный день боротьбы со СНИДом. В 1988 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций обвестила, что распосюджение этого захворывания не было в масштабе глобальной пандемии. Что изменилось с того часу и какая сейчас ситуация у Гомельской области, выясняли наши корреспонденты. Абы как вы относены до своего здоровья? Миновата так, по словах медиков, можно окреслить основные причины заражения ВИЧ. Усе мягчимые шляхи передачи вируса давно вядомые. Але только на Гомельшине с початку года больше 600 новых выпадков инфицирования. При этом амаль 45% поставленных на улик люди в возрасте свыше 40 годов. У отделе профилактики ВИЧ-СНИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья кажут, что на колькость выявленных выпадков повплывал той факт, что у наибольшь несприяльных районах стали проводить большь грунтовный контроль. Введенный дополнительный дифференцированный скрининг с июля 2013 года увеличил выявляемость ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных. Но это дало свои положительные результаты. Почему? Потому что мы выявляем ВИЧ-инфицированных на ранних стадиях, своевременно назначается терапия, уменьшается вирусная нагрузка в крови человека, и тем самым человек перестает уже быть потенциальным источником инфекции. Сказать так, чтобы он уже окончательно не был источником инфекции, нельзя, но тем не менее риск уменьшается. Сгодно за пошними дадзинами усяго на Гомельшине зараз проживаюць 6 738 хворых на ВИЧ. При этом у 94% выпадков инфекция передавалася у вынику сексуальных контактов. А у группы рызыки зараз трапляюць усе, піз выключэння слои насельнства. Бадай один из становчий моменту такой ситуации – з'явлений леков, які дозволяюць падожыць жыць цё, ВИЧ инфіцированых не дзина 30 гаду. А праша таго у вынику антеретравірусной терапії. Практично усе деці, народженые на Гомельшине ад инфіцированых маті, сё не з'являюцца абсолютно здоровыми. С початку гэтага года такую допамогу отрымали 125 тяжарных жанчын. Все женщины с 14 недель беременности получают высокоактивную антеретравірусную терапию для профилактики внутриутробного инфицирования. В связи с этим новорожденные все у нас здоровы, без ВИЧ-статуса. И мы добились очень таких больших успехов, международных, можно сказать, успехов. В этом году мы получили 0% инфицированности у новорожденных. Все дети у нас здоровы. Александров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». На протягу двух тынів у Гомеля буде проходить акція Международной організації по міграції у Беларусі «Спыні гандаль людьми». Информаційные матеріалы размешаны у городським центру культуры. Основная мета кампании – протягнути увагу громадства до проблеми гандлю людьми. При этом насильництво не тільки повідомляється об наявності проблеми і мерах безпеки, але і закликають расповсюджувати отрыману інформацію. В податніх Международній організацій по міграції «Сярод тых, то у рознаї хады трапляв у рабства, каля трох тисяч жахару Беларусі». На протягу інсталляціях 10 найбільш типових гісторий. Гандлю людьми – глобальна проблема, яка існує в усіх країнах світу і може закоронуть кожного. А тому супродстоятию можна тільки прасоб'яднання намагання у усіх затягавленних боков. Трофікіори, які займаються нелегальним бізнесом, вони на місці не стоять. Вони теж постоянно усовершенствують свої методи, вони постійно следять развитиемо современной технології, использують всі можливості, щоб быстро реагувати на міняючіся ситуація. І паэтаму сасвідущим органам, і госорганам, і представителям обшістанних організацій, міжнародним організаціям, всіх да нужна роботаць сапші. На гэтам випуск завершений, у студії працював Явген Пабалавец. Усяго добрага і до зустрічі у ефіре. Дякую за перегляд!